меня зовут Тимофей Голев здравствуйте как человек может определить легочное заболевание к чему приводит саморечение бронхиальная астма сегодня тоже вашему вниманию стоит ли бояться применять ингаляторы и почему некоторые пациенты не ощущают эффекта эта тема будет интересна каждому если вы вдруг собираетесь выйти из дома прямую трансляцию можно продолжить смотреть на сайте rbis tv.kz с мобильного телефона а вот на вопросы сегодня ответит гульнара баширова врач-пульмонолог гульнара капитан на добрый вечер вам здравствуйте рад вас приветствовать хобл в центре внимания сегодняшней нашей с вами беседы хобл заболевание или какая-то аббревиатура что это хроническая обструктивная болезнь легких это заболевание такое достаточно серьезное которое поражают в основном бронхи легочную ткань полностью сосуды легких и поэтому она называется хроническая обструктивная болезнь легких то есть весь легочный аппарат поражается при этом и происходит при этом сужение бронхов вот и скопление мокроты потом еще и ну как бы фиброзирование трубцевания легких какой-то степени происходит то есть достаточно такое серьезное заболевание ничего хорошего да ничего очень даже шина а можно легко был совместить скажем так бронхиальные астмы братья сестры нет это немножко разные заболевания и к возникновению данных заболеваний у них есть разные предпосылки так скажем вот если астма это вот чаще аллергия присутствует и она может присутствовать и у ребенка и дальше и у взрослого может человека появиться это в первую очередь вот ну это сопровождает именно аллергия то у хронической обструктивной болезни легких это в первую очередь является причиной первой причиной это табакокурение как активная так и пассивная это в первую очередь до 80 а то и до 90 процентов человек ночием которые курят ну вот вот заболеваю заболевшие являются вот курильщики являются но большей частью ночью за мытью пациентами именно вот этим за хоббл да то курильщики пассивные да и не пассивные вот вам пожалуйста или или пассивные пассивные щеки то есть а вот примеру бронхиальная астма это может быть уже хроническая в плане и не приобретенного до с рождения аллергия ведь может присутствовать до человека а хоббл простите рождаемся мы не курящими же совершенно верно хоббл и сами себя да и это уже начинается ночью курение как минимум должно быть 15 лет вот чтобы возникло минимум 15 лет а то и более чтобы возникло данное заболевание хоббл смертельное заболевание да ну в какой-то степени ну допустим если она начинает прогрессировать то она приводит к смерти и вот на сегодняшний день допустим больные с хоббл они выходят на посмертности на третий на третий на третью ступень после допустим инсульта инфаркта вот всех этих сосудистых заболеваний они уже выходят на третье место прогнозируется на 2025 год они вы ночью хоббл посмертности выйдет на второе место то есть это уже достаточно серьезное заболевание прогнозируется курильщиков больше становится нет не то что курильщиков но еще плюс промышленность у нас хорошо развита потом еще и старение организма идет как ни крути это тоже имеет значение плюс еще бытовые условия какие в человек проживает да допустим бывает очень часто там печеное отопление плохое плохо проветриваем помещения допустим даже ту но профессиональные заболевания без обычно вот раньше наши бабушки они часто варили в казанах и так далее все и потом появлялись у них хоббл и на вскрытии это подтверждалось а нижние курильщики и его дышали да просто дымом и так далее все и вот так дорогие наши зрители ну понятно профессиональные бывают причины до курения статистика кстати вот гости нашей программы гульнара баширова она все-таки врач пульмонолог вы же кстати главным не штатный до прямо во павловской области так что это очень даже авторитетное заявление сегодня задумайтесь пожалуйста о своем здоровье скажете ведь многие легочные заболевания начинаются с кашля я правильно понимаю вот да в основном это с кашля идет и вот начинается но вот кашель даже вот обыкновенной урви и дальше ларингиты фарингиты бронхиты пневмонии там даже но от любые паразитарные заболевания и так далее они там даже тромбоэмболии легочные или даже некоторые сельсосудистые заболевания допустим которые сердечно недостаточно они тоже бывают проводят вот у них присутствует кашель вот допустим некоторые желудочно-кишечные заболевания такие как рефлюз гастрит грыжи пищеводного отдела диафрагмы она тоже сопровождается кашлем казалось бы да вот ну то есть много таких предпосылок к возникновению этого кашля но и не обязательно только кашель но иногда это впервые ночью впервые появляется только одышка тоже может быть такое начало возникновения ну легочного заболевания но вы сейчас на расскажете категорически нет но я обязан у вас спросить ну кажется тоже внимание нужно уделять да и понимаете сезон и если там вспышка или подъем орви и орзе уже куда деваться полуповодара будет кашлят это весь пола да самолечение уж здесь что говорит я работаю я занят я занята у меня еще куча других дел люди начинают заниматься самолечением ведь это опасно это опасно почему это опасно вот допустим начинает возник на ну вот допустим появилась пневмония если ее нормально не начать лечить то это может заканчиваться абсцессом а то и сепсисом или допустим развивается но начинается онкология допустим если вовремя и и как бы не зафиксировать и не начать комбинированное лечение это же тоже может привести к ремиссии хорошие то есть уже онкологию можно будет как-то приостановить или тот же туберкулез но очень не приводит к распаду и так далее то есть все равно нужно обращаться врачу это главное условие здесь вопрос не в хоббл не васми любое заболевание любое лечение но тем не менее какие вот симптомы скажите мне хоббл все-таки вы нас тут напугали да что и сужение там бронхов и и все на свете как человеку понять что это действительно прости меня уже все это не уровень не простыл не напился холодной воды что-то со мной не так какие-то выделения мокрота кровь и не знаю что еще температура ну кроме того что идет кашель с мокроты обычно это утреннее отхождение мокроты человек у себя часто слышит хрипы в груди и обычно это идет одышка одышка она разная бывает одышка бывает ночью начале при заболеваниях хоббл почему они не обращаются вовремя потому что все идет постепенно начали человек не может бежать он нужно начинает потихоньку идти потом уже ночью бежать не может ладно потихонечку идет и он не обращается то думает нормально все а вот уже когда одышка до такой степени что он не может элементарно по дому двигается тяжело вот тогда он уже приходит к врачу уже как бы немножко запоздала так сказать запоздала ну то есть придет любом случае он уже поймет что он просто задает да вот уже одышка сильная и вот потом уже поэтому с хоббл больные с хоббл они сразу не приходят вот чем дело они значит потому что курить бросают они скажите мне вы же в доктор вот смотрите да все равно не переубеждаются ладно я вот сейчас буду вот про ингалятор с вами буду там делать и курить продолжать дело в том что вот я каждому пациенту своему говорю да если от одной затяжки сигареты не то что от целой сигареты постоянно образовывается мокрота вот она часть вышла часть осталось бронхах она где она там складируется и она как бы закрывает этот бронх естественно если 50 процентов забитости этих бронхов то появляется уже одышка понимаете вот и получается так вот немножко отвлеклась вы не отвлеклись появляется одышка сигарета влияет сигарета вот поэтому сто процентов говоришь но есть у людей еще такое мнение многие говорят так что нет нельзя резко бросать и или вот многие такие люди и говорят вот не бросай иначе будет хуже но опять таки это от сознания человека да и если они допустим но у нас психика немаловажное значение имеет если он себе запрограммировал что если я брошу курить и завтра со мной будет плохо так и будет если он бросив курить да но с ним ничего плохого не будет просто это вот надо запрограммировать себе что я брошу курить мокрота перестанет образовываться все вот эти вот все это наше лечение будет направлен бронх откроется эвакуация мокроты произойдет так ему дышать легче будет и мокроты не больше образовываться и не человек будет здоров дать но во всяком случае будет приостановка этого заболевания приостановка на пациенты скажите по секрету по они-то все-таки ваши пациенты грешат или настолько конечно конечно курят да да они курят но некоторые они прямо говорят они хотели бы бросить но вот как-то силы воли то что говорит наша гость доктор что все у нас здесь да нужно перед просто перепрограммироваться да будет легче абсолютно будет пришли к вам на приема вы говорите дорогой пациент у вас вот хоббл ну пусть даже бронхиальная астма не пусть даже него бы ужасные заболевания вот вам в рамках у сам с будет выдавать например вот такой вот ингалятор да и вы будете и вы будете и вы будете лечиться вдыхать я этого не буду естественно вот он и думает у меня есть панацея у меня есть ингалятор вот может быть и поэтому и где-то думается что же не бросать курить меня же это спасет насколько это спасает лечит она или просто это симптоматику снимает во первых это очень хорошо вот эти ингаляторы которые придумали но читая она все эти ингаляторы пришли к нам с запада еще с 95 года но когда к нам пришло это 98 2000 год уже активно мы начали применять но дело в том что эти все вот эти ингаляторы чем они хороши они идут только в дыхательные пути и они свое действие выполняя отек снимают бронхо бронхи открывает некоторые на 24 часа некоторые на 12 часов тем самым не влияют отрицательно не на сердце не на желудок не нашли любые органы и чем они еще хороши вот сейчас беременная женщина и там страдающие астмой да спокойно может могут продолжить свою беременность они брия и рожать и рожать то есть они не влияют ни на плод никак привыкания нет дело в том что я еще раз говорю почему потому что это хроническое заболевание а раз хроническое заболевание нужно постоянно какие-то препараты принимать у допустим у человека появилось давление он постоянно принимает таблетки снижающие давление уже не говорит я привыкну он принимает спокойно принимает таблетки все здесь тоже самое это лечебные ингаляторы там но в зависимости ну разные сорта есть так сказать да ночью направленного действия все их нужно по назначению врача если принимать то будет отличный эффект просто их надо применять правильно привыкание нет это хроническое заболевание это не привыкание лечение это лечение это ежедневное лечение а избавиться от приема этих ингаляторов тоже можно понимаете только это зависит от самого человека вот как он поставит себе цель да то есть вот если честно по психологии болезнь занимает определенную энергию и надо выложить столько своей энергии чтобы болезнь начала отступать понимаете и вот когда принимаешь ингаляторы системы капаешь таблетки принимаешь энергия болезни она остается она никуда не уходит а вот когда начинаешь там допустим бегом заниматься дыхательная гимнастика санаторно-курортная ну вот эти все вещи до упражнения всякие да там плавание или еще что-то ну вот кому комфортно какому организму что подходит да он начинает применять там некоторые голодание особенно при астме отличный эффект и можно уйти ночью от ингаляторов можно все голодание простите секундочку смысле при астме лучше не есть или что не она вот так как способ какой-то но но естественно там надо немножко ночью как бы под контролем да под контролем врача это тоже можно будет проводить есть такими у нас в полагаре конечно у нас нету но в некоторых клиников имеется такие допустим повышенная аллергия так и вот человек есть все подряд там допустим да и это как бы накапливаться в крови все и ночью это происходит что повышенная продукция мокроты и спазм все когда человека садят на голод но это естественно это очищение кишечника должно быть это обильно обильный прием воды должно быть да и значит потом прием обильной воды и все это и клизма вы знаете отличный эффект вот если некоторые у меня пациенты сами к этому приходят да и это все делают они вот как новенькие ходят понимаете три дня минимум вот эту голодовку а потом уже выходить надо тоже выход из этого голода тоже должен быть не воды что-то можно дать нет только вода только и при очищении да да но я говорю чтобы все что накопилось не нужно все это очистится и все и аллергены снизятся в крови все и мокрота вся вышла все отличный вариант но опять-таки самому начинать тоже немножко опасно можно как говорится и залететь в реанимацию ну то есть доктор должен направить да да это вот и есть паномологи да ну вот допустим нет терапевт как бы этим не занимается но и мы тоже это специальное обучение должно быть специальное обучение но есть еще и под контролем и под контролем есть еще ингаляторы которого который что-то не моментального там 10 секунд да это уже при приступах если это ежедневное лечение дорогие наши друзья наши зрители и многие из вас к сожалению болеют астмы кого-то хобл это ежедневное бросать это не нужно бояться не нужно что вы к этому привыкнуть так говорит наш эксперт но есть до быстрого действия название не будем называть да не имеем права рекламировать нет препараты которые уж совсем плохо раз и помогли в них что в них просто бронхорасширяющие быстрого действия это первое да большая доза нет не больше это просто обыкновенная доза все но просто она моментально действует а вот в данных препаратах лечебных она действует там отек снимает бронхи открывает есть который быстрого действия есть которые нужно там 10 минут там чтобы она начала действовать но есть такое что и аж 12 часов это держится то есть бронхорасширяющие эффекта и отек снимающего в 12 до 12 часов до 12 часов 7 часов утра допустим использовал за вечера труда и все друг с другом их можно но с утра случился приступ а потом еще и этот применит дело в том что лечебные ингаляторы лечебные они применяются вот как положено там до расписание да по расписанию три раза или два раза но в зависимости от того как прописал врач а здесь уже есть а здесь у вас все сдавило то раз само собой это да вот потом если не булазерная терапия это тоже сейчас почти у каждого есть это дома до аппарат такой туда же заливаются жидкие лекарства в сеть включаются и там дышишь тоже снимается моментально хороший способ лечения и тем более что вот этот вот вот это лекарство превращается в пар и это доходит до мельчайших бронхов то есть оказывает такое лечебное действие и опять-таки детей же так лечит в том-то и дело да и опять-таки побочные действия минимум вообще почти а скажите стереотип или помогает не будем тоже называть марку минеральной воды минеральная вода вот в этот аппарат и вот минеральными этим парами дышать там какой-то толк есть или это чисто психологически ну возможно это психологически но вот если солевой раствор взять да соль она отек немножко какой-то степени снижает но если далеко запущенный процесс одним солевым никак в общем как бы не надо капнуть лекарства ну да обязательно лекарства но есть такие вот больные как такие вот муковицы доз у них конечно гипертонический раствор солевой то есть повышенной концентрации соли там он тоже отек снимается, и эвакуация мокроты лучше происходит. Эвакуация мокроты, вот такой термин я впервые сегодня услышал. Я слово эвакуация понимал совсем в другом значении. Эвакуация мокроты, об этом не забывайте. Ну, кстати же, есть еще бронхолитики же всякие, препараты, их же никто не отменял. Обязательно. Тоже же нужно, да? Обязательно. В сиропе, в таблеточке. Да, это тоже нужно. Но опять-таки надо смотреть, да. Вначале надо адекватно, хорошенько бронхи открыть, чтобы мокрота начала выходить. И потом, если осматики, да, берут там, допустим, отхаркивающие средства, да, а у них там всякие отдушки или еще что-то там, допустим, клубника или еще вкус какой-то, да, это наоборот вызовет аллергию, поэтому желательно вот такие вещи не употреблять. Вот так вот, возьмите на заметку. Потому что если вы не очистили, да, у вас там булькотить все будет, как в самоваре, правильно же я понимаю? Да, и тут спазм, в том-то и дело, как вот, ну, спазм идет, да, а ты еще отхаркиваешь, и это все поднимается, и наоборот, дополнительно, то, что подушит. А ну, и не сюда, а там все, да. Да, и вызовет дополнительный приступ в душе. Обратите на это тоже, пожалуйста. Да, и некоторые вот просто ингалируют там брабение и говорят, ну, мне еще хуже стало, кашель, одышка, все это возникло. Ну, естественно. Потому что вы моментально разжижили все, да? Да, ну, а бронхоспазм-то не снятый. Вот поэтому. Не могу вас не спросить, потому что все понятно, медикаменты, ингаляторы, все это, слава богу, медицина уже у нас дошла. Они, кстати, импортные, по-моему, да, иностранные, и очень дорогие, да? Да, они все, да, они все импортные, они все, ну, достаточно. Лечебные ингаляторы, они в разы дороже. Они в разы дороже. Но вы до этого уже и сказали, что бег, ходьба, дыхательная гимнастика, о ней давайте поговорим, где, во-первых, научиться, а во-вторых, она ведь тоже плодотворно, благотворно давляет на организм. Еще как, еще как. Вот, допустим, вот это является неотъемлемой частью, да, при лечении вот этих всех хобл, даже бронхита, ну, в общем, астмы и так далее, да? Если человек задастся целью, да, каждый день, ну, хорошо, у него сейчас немножко тяжело дышать, да, но вот если совсем тяжело, он не будет заниматься. Если вот немножко уже отпустило, все, начинается просто ходьба, допустим. И вот каждый день в одно и то же время начинается ходьба, дыхательная гимнастика, допустим, через нос, дыхание через нос, все, это все идет очищение. И если носовое дыхание хорошее у нас, то через нос же и очищается воздух, и согревается, и увлажняется. То есть нос это у нас тоже защита такая. То есть, вы же здесь скажете, дышите носом и не ртом? Обязательно, обязательно. Рот закройте на замок и дышите носом. Да. А при ходьбе же? Это и при ходьбе, и при беге. Вот такие условия, да. А еще диафрагмальное дыхание, это вообще вот, ну, суперовское дыхание, да, то есть дыхание диафрагмы. Это вот, ну, сейчас, слава богу, YouTube, интернет у нас все это развито, это можно забить и посмотреть, и научиться этому, понимаете? И это будет вообще суперовское дело. Почему? Потому что диафрагма у нас мышечный орган, вот она начинает опускаться, идет вдох, начинает подниматься, да, идет выдох. И вот, когда диафрагмальное дыхание научится, вот я, кстати, пациентов многих учу, там, на приеме у себя, если вот каждый день, не ленясь, утром натощак, вот это вот, пять минут этому посвятить, да, то вот эти нижние отделы дыхательных, ну, это самое, легких, хорошо начинают дышать, это первое, да, там обычно начинаются все пневмонии, это первое. Потом при этом носовое дыхание, это и приводит к очищению. Второе, брюшное дыхание, оно способствует тому, что уходят пивные животики, да, если пивные животики уходят, то тогда диафрагма опять опускается, легкие лучше дышат, да. Да, это, ну, в общем, короче, масса положительной. Ну, этому надо научиться, положительную массу, но надо научиться. Научиться и делать, не ленясь, не ленясь, каждое утро делать. А смотрите, я вот на себе на заметку тоже беру, дышать носом, а не ртом, зимой, если мы вышли на пробежку, мы можем еще и простудиться, да, рот открыли и дышим, а через нос у нас совсем другие, да, функции, то есть это еще и безопаснее? Безопаснее это все, я уже перечислила все эти три момента. Это все эти моменты, да? Да. Как дышать правильно? Покажите хотя бы один мастер-класс. Да, ну, я имею в виду диафрагмацию. Расслабиться, стоя, сидеть, нужно делать. Да, это любое, ну, можно и стоя. Коза любая, да? Любая, как удобно, так и делаем. Вот диафрагмальное дыхание, если вот показывать, да, это как будто животом выдыхают через нос, в общем, как будто выдох животом. Выдавливаем, да? Да, выдавливаем. В общем, как будто... И ничего же сложного. Ничего сложного, но некоторые не получаются. Это вот надо еще и научиться. Интернет вам в помощь, дорогие наши зрители, да? Если кто-то не понял, хотя сейчас доктор продемонстрировала, как это должно выглядеть, возьмите себе тоже на заметку. Дорогие друзья, программа наша заканчивается, время пролетело очень быстро. Если у вас, доктор, есть еще какие-то пожелания или обращения к нашим зрителям, буквально полминуты эфирного времени мы еще можем занять. Ну, в принципе, уже как бы самое главное, это сказано, да, это обязательно, чтобы наши легкие хорошо дышали, это обязательно, бег, ходьба, и еще и немаловажно, это очень хорошее настроение. Хорошее настроение, но и курение – это вред. Курение – это 100%, это уже об этом везде. Ну, это любой малыш, наверное, знает, что курение – это вред. Хороший, открытый, замечательный специалист, врач-пульмонолог Гулинара Абаширова была у нас сегодня в студии. Мне очень приятно было с вами беседовать. Ну, а зрителям, хочу сказать, действительно, интересная атмосфера, интересная тема получилась. Ну, желаем, конечно, не появляться у вас на приеме, да? Лучше следить за своим здоровьем, чтобы меньше было у вас, пациентов. Вот, но если уже случилось, то я уверен, что вас направят в правильное русло. Главное, всем рекомендациям следовать. Гульнара Копятовна, будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания. И на сегодня это все. С вами был Тимофей Голев. Встретимся в следующий четверг на телеканале Ирбис. Спокойной вам ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова